10 февраля 1923 года скончался Вильгельм Конрад Рентген. Этот человек не нуждается в представлении. Его фамилия давно стала нарицательной. Рентгеном называют и всем известный аппарат, и сам процесс диагностики, и единицу дозы облучения, и даже тактический прием в шахматах. На заре применения икс-случей, открытых рентгеном, ученые не обладали достаточными знаниями об их силе. Поэтому использование первых аппаратов для рентгенографии зачастую приводило к комическим коллизиям, а иногда и вовсе к трагическому исходу. 1895 год стал переломным для мировой науки и культуры, Попов впервые продемонстрировал общественность и устройство радиоприемника. Братья Люмьер в Гран-Кафе на Парижском бульваре Капуцинок показали публике свои ранние кинематографические опыты, а рентген открыл их случаи, без которых была бы невозможна современная медицинская диагностика. Опыты немецкого физика стали настоящей сенсацией. Количество статей, посвященных исследованиям рентгена, оказалось беспрецедентным. Уже к концу 1896 года их число приближалось к тысяче. Также в течение нескольких месяцев появилось более пяти десятков научных монографий об их случаях. Волну ажиотажа подхватили не только ученые, но и журналисты, политики и предприниматели, многие из которых в погоне за сенсацией не успели толком разобраться в природе удивительных электромагнитных волн. Незнание породило курьезные случаи. Например, одна британская компания начала размещать рекламу нижнего белья, оберегающего от рентгеновского излучения. Американские политики пошли еще дальше, в Сенат одного из штатов внесли законопроект, призывающий наложить запрет на использование их в случае театральных биноклях. Американский ученый Томас Эдисон сразу после открытия, сделанного европейским коллегой, занялся разработкой флюороскопа, аппарата для рентгенографии. Однако физик, как и абсолютное большинство ученых того времени, недооценил разрушительную силу икс-случей. Он поручил тестирование рентгеновских трубок своему ассистенту Кларенцу Деле, который для быстроты и наглядности процесса опробировал устройство на собственных кистях рук. Четыре года беспрерывных исследований привели к такому поражению кожных покровов, что лечение было бессмысленным. Единственным возможным выходом из положения хирурги сочли ампутацию кисти. Но и подобная мера не помогла. Вскоре помощник Эдисона скончался от рака. Сам физик, пораженным произошедшим, больше никогда не продолжал работу с икс-случами. Рентгеновская диагностика далеко не всегда использовалась по назначению. Всем известно, что красота требует жертв. Однако иногда масштаб жертвоприношения во имя мода и изящества переходил все мыслимые границы. Именно так и произошло в 1927 году в Нью-Йорке. Владельцы салонов обуви начали повально закупать флюороскопы для нужд бизнеса. Полный сервис, клиент помещал ступню в проем аппарата, а продавец-консультант в это время делал рентгеновский снимок его ноги. Такая система, как казалось обувным магнатом, упрощала процесс подбора туфель. Как обнаружилось позже, доза радиации в таких устройствах была ударной. Одной женщине даже пришлось ампутировать ноги. После многочисленных жалоб искалеченных клиентов аппараты вывели из обращений и уничтожили. К счастью, методом проб и ошибок исследователи и к случаю сумели взять под контроль агрессивные электромагнитные волны. Поэтому в современном мире от рентгеновской диагностики гораздо больше пользы, нежели...